С верхним покрытием не забываем, что любой сильно пигментируемый цвет выделяет немного пигмента с липким слоем. Это нормально. Если у вас, соответственно, происходит большое количество возни на поверхности, либо гель недосох, то цвет от гелевого лака, цветного, попадает на кисть. Очень важно в этот момент пигмент с кисти снять, потому что иначе ультрафиолетовые фильтры, которые находятся внутри флакона, в самом геле, отвечающие за поддержание цвета и защиту их от вредных внешних факторов, то есть, например, от пожелтения и так далее. Что они делают? Они под воздействием пигмента разрушаются. И, соответственно, любые ваши светлые оттенки френчи начинают пачкаться достаточно быстро. Поэтому, если вы видите, что у вас топ изменил свой внешний вид, пожелтел и так далее, пожалуй, отложите его только для перекрытия красных, темных или дизайнов. Для светлых оттенков и для френча я, например, держу отдельный идеально чистый топ. И, к слову, когда у кого-то бледные покрытия меняли свои оттенки, почему-то с моими клиентами этого не происходило. Ну, в общем, и в нанесении. Конечно же, также мы с вами внутри горлышка снимаем излишек. Кисть остается послушная, вы видите полноценно, где вы с ней работаете. Если вы запечатывали торец, то, естественно, с него и следует начинать. Почему я начинаю с свободного края? Потому что, когда я поведу гель от кутикулы, излишек, который может быть в виде наплыва на торце, будет снят. Тем не менее, палец все равно смотрит вниз. Мы с вами брюшком кисти прорабатываем поверхность ногтя, пазухи, в три движения. Тот самовыравнивающийся, напомню, он не оставляет проплешин. Переходим к красным оттенкам. То есть, я стараюсь делать по минимуму движений всегда. Раз, два, три. Потому что, чем больше вы возитесь, тем больше вы, простите, тыкаете ворсом в поверхности. Значит, у вас появляется возможность, естественно, снять пигмент, чтобы он попал на кисть. И получится, что вам придется, опять же, останавливать работу. А многие мастера очень ленивые думают, ай, ладно, сейчас я покрою клиента и потом уже сниму излишек пигмента с кисти. Но пигмент будет попадать в оффакон и будет там складироваться. Наталья, вы запоминаете? У вас сегодня уникальная возможность. Но мы все равно еще будем, конечно, это проговаривать, но тем не менее. Раз, два, три. Себе я торец вообще никогда не запечатываю, когда покрываю ногти. Почему? Потому что я очень много мелких движений делаю. Естественно, я, как любая женщина, люблю ногтями что-нибудь помыть и почистить, признаюсь вам честно. Естественно, запечатанный торец может, наоборот, служить сколу со свободного края. Я сейчас вот болтаю и вожусь для того, чтобы вы посмотрели, что топ не убегает, не растекается. Хотя он остается по структуре такой же жидкий, как и был. То есть он не задает массы на ногте. Наносим мы его достаточно тонко. Вам, Наталья, опять не видно, да? Все, сейчас видно. Вы видите, что я много массы не кладу, то есть я прижимаю кисть. Очень удобно использовать учеников, которые совсем свежие. И на 30 секунд в лампу. Иногда я начинаю покрытие с большого пальца, иногда с мизинца. То есть все зависит от вас. Я вообще, если честно, не придаю этому значения. Работаю я, если что, не так возясь. Просто мне сейчас хочется вам показать каждое движение, как кисть раскрывается, как рука работает. Но в целом могу вам сказать, что у меня, например, покрытие занимает минут 15. Продолжение следует...